Евгений Алексеевич, почему, вот смотрите, и президенту сейчас, мы сейчас с вами тоже вспоминали неоднократно, в том числе и на высоком уровне, и депутаты, и вот Бастрыкин пишет о том, что нужно проводить изменения в Конституции. На ваш взгляд, почему люди проголосовали за Конституцию, когда, в общем, то есть, что-то мы обсуждаем. Во-первых, в Конституции было спрятано тезис о ликвидации Советского Союза на тот период времени, он был спрятан в переходных положениях, о ликвидации Конституции Российской Федерации. Это проекты, да, которые были? Ну, проекты, за которые голосовали, переходные положения. В 93-м. Да, в 93-м. То есть, люди не поняли, что они ликвидируют Советский Союз. Таким у тебя уже не было. На тот момент, да. Подождите, подождите, одно дело не было у кого-то, а другое дело голосование людей, когда он шел в бюллетене, принимал решение, лично, 60 миллионов человек. И было замаскировано ликвидация СССР в голосовании 93-го года через механизм отмены Российской Конституции, которая по своему решению, еще, кстати, принятому после референдума в 78-м году, по-моему, утверждала российскую РСФСР как часть СССР. То есть, был ликвидирован СССР, на самом деле, решением людей, а не решением Горбачева. Но здесь и сама суть. То есть, если люди пришли голосовать уже за суверенную РФ, Российскую Федерацию, которая не есть часть СССР, то принимая участие в этом, они фактически подписывались под тем, что они отказываются от… Это с одной стороны, да, но с точки зрения правовой, мы же о правовой механизме говорим, этот момент. Теперь, конечно, это был расстрел Белого дома, и люди рассматривали Конституцию как некий способ, ну, так пропаганда говорила, не развязывать гражданскую войну. Некое урегулирование ситуации, да. Но ценой сдачи своего отечества. И надо понимать, что сама логика Конституции, мы живем по этой Конституции. Вот если кто-то думает, что это какой-то документ, знаете, второго плана, это документ главный, это архитектура нашего здания. 4 тысячи законов все допустимые написаны на базе этой Конституции. И давайте, по сути, если мы за время действия этого Конституции, допустим, в экономике упали в 14 раз, в 14 раз. Ну, понятно, что этот документ лежит в основе снижения жизненного уровня нашей нации. Так все-таки, почему люди проголосовали? Я в том смысле, что получается и сейчас, ведь, допустим, предположим, что если мы вносим поправки в Конституцию, как вы все уже выяснили, внести их нельзя, нужно принять только новую Конституцию. Это опять могут быть все облапошены тем, что под видом, как с ювенальной юстиции, под видом изменений, допустим, двух поправок, о которых говорите вы, внесут еще несколько в другие пункты или напишут новые статьи. Вы документы еще хуже. Вы когда заполняете, вы же смотрите, что вы пишете, подписываете договоров с банками, заполняете какие-то у нотариуса. Это решение еще более важное. То есть, вы формируете будущее своего государства, то есть, вы говорите, не разберутся, отлично разберутся. Почему тогда-то не разбирали в 1993-м? Почему? Я вам скажу, потому что недооценили. А в чем не разбирались, извините. Не дооценили. Но хотя бы в сути, вот пунктов, которые мы сами сейчас... Не дооценили отражающие события. Потому что я жил тогда и работал, и политикой занимался, хоть и на областном уровне. Нас Ельцин распустил, как депутата Ленинградского областного совета, например. Естественно, незаконно. И понятно, что люди тогда просто не понимали, что они участвуют в предательстве своего отечества. И вот этот фактор... То есть, привыкли жить, как у Христа, за базу. Мы думали, что за них будет дядя решать. Дядя будет решать, дядя депутат, дядя президент Ельцина. Вот они все решат за нас. С какой стати? Люди заказали эту конституцию, по которой мы сейчас и живем. И заказали то падение и катастрофу, которая сопровождает архитектуру нашего здания. С точки зрения тысячелетней России. Потому что с точки зрения тысячелетней России, допустим, в области экономики, вы знаете, на каком мы уровне сейчас? Вот в конкуренции наций. На уровне Ивана Грозного. С точки зрения нашей истории. В конкурентной борьбе наций.